МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Вернацкий. Русский естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель. Жизнь и работа Владимира Ивановича Вернацкого повлияла на развитие очень многих наук о планете Земля. Вернацкий оставил более 700 научных работ, и почти все они были новаторскими. «Царство моих идей впереди», — говорил он, и, вероятно, оказался прав. Мыслитель и общественный деятель, Вернацкий стал основателем принципиально новой науки биохимии. А из его философского наследия наибольшую известность получило учение о ноосфере. Как говорили его коллеги и современники, за частным Вернацким всегда видел общее, за обобщениями живую природу и познающего ее человека, а за фактами — выводы. Самое же главное и важное в природе, как считал Вернацкий, — это люди. Его слова. «Мыслящий и работающий человек есть мера всего. Он есть огромное планетное явление». Ученый сам был явлением планетарного масштаба. Жизнь Вернацкого часто складывалась так, что ему приходилось занимать высокие посты. Он был членом Государственного Совета с 1906 года, председателем комиссии по изучению производственных сил России, даже членом Временного правительства, а потом одним из создателей плана государственной электрификации России. Родился же Владимир Иванович в 1863 году в Санкт-Петербурге. Его отец был экономистом, а мать — первой российской женщиной, занимавшейся аналитической политэкономией. Младший Вернацкий рос слабеньким ребенком, и доктора посоветовали родителям сменить климат. Семья переселилась в Харьков, здоровье в Володе поправилось, и он стал крепким, подвижным мальчиком. Он рано научился читать и целые дни проводил в библиотеке отца. Часто его не могли дозваться на обед, а в это время будущий ученый взахлеб зачитывался географическими исследованиями, описаниями путешествий и грозных явлений природы. В 1873 году Владимир поступил в гимназию, учился легко и окончил с отличием. Дальнейшее образование решил получить в Петербурге на физико-математическом факультете. Ему повезло попасть на лекции Менделеева, который, кроме того, что замечательно давал знания, умел подбодрить студентов и учил достойно преодолевать трудности. В считанные годы Вернадский защитил докторскую диссертацию, стал профессором. Из воспоминаний современников и из дневниковых записей родных, Вернадский по своим человеческим качествам предстает перед нами как личность, обладающую удивительным внутренним обаянием. Потому-то и тянулись к нему люди, и простые, и по-настоящему выдающиеся. Вспомнить хотя бы его творческую дружбу с Максимилианом Волошиным. По словам современника, перед благородством всего его профессорского облика, оказалось, рабил даже генерал Врангель, много кого повидавший на своем веку. Даже ни с чем и ни с кем не считавшиеся революционеры не решились открыто бросить вызов всемирно известному ученому. Магнетизм его личности и притягивал к себе окружающих, и одновременно вызывал невольный трепет у всех. На склоне своих лет Вернадский отметил, «Я никогда не жил одной наукой». И действительно, в его жизни была и долгая любовь, и радость отцовства, и возможность познавать мир. У Вернадского был на редкость удачный брак, который продлил себя более 56 лет, и двое достойных успешных детей. Ученый прожил долгую и плодотворную жизнь до последнего своего часа, где рисуясь новым и неизведанным, болея душой за планету, за людей и их развитие. По его собственному признанию, жизнь для него определялась любовью к людям и свободным исканием истины. Владимир Иванович Скорпостнижина умер зимой 45-го года, не увидев победу России и в Великой Отечественной войне. Победу, которую он так ждал. Похоронен был ученый на кладбище Новодевичьего монастыря. Новодевичьего монастыря.